Первые официальные результаты расследования скандала с гибелью 19-летней жительницы Ярославля. Проверка Росздравнадзора по личному поручению министра здравоохранения Вероники Скворцовой нарушений в работе скорой помощи не нашла. Я напомню, трагедия произошла 15 мая на улице Панино. У молодой матери двоих детей начался сильный приступ астмы, который перерос в удушье, ставшее причиной гибели. Неотложку вызвала 10-летняя сестра женщины. По словам родных, погибшей скорая на звонок должным образом не среагировала. В результате врачи прибыли на вызов слишком поздно. Эту информацию опровергают результаты инспекции Росздравнадзора. После анализа записи диспетчеров скорой, карт вызовов и данных ГЛОНАСС эксперты установили, что со стороны медиков нарушений нет. В правительстве области опасаются, что история негативно отразится на работе самой службы экстренной помощи. На фоне всего этого сейчас просто происходит истерия какая-то. Я сегодня разговаривал со скорой помощью, с нашей, с врачами. Там уже люди хотят увольняться. Почему? Потому что приезжая на вызов куда-то, слышат с порога о том, что вы убийцы. Там люди в алкогольном опьянении находятся, вызывают скорую помощь, секундомером замеряют, через сколько они приезжают. То есть если мы сейчас создадим такой фонд для работы наших врачей, которые, в общем-то, выполняют честно свою работу, мы получим только одно, что эти врачи начнут увольняться, и тогда вообще скорая помощь перестанет работать. Не дай бог, конечно, мы до этого не допустим.